Фаза капитуляции Что произошло на глобальном рынке криптовалют в 2018 году? 21 декабря 2018 года, 12 часов 25 минут Владимир Цыгоев в 2018 году оправдались опасения мировых криптоинвесторов, глобальный рынок электронных монет рухнул вслед за бурным прошлогодним ростом. Надежды игроков на осенний разгон цен обернулись очередным обвалом стоимости цифровых денег. Эксперты назвали события последних 12 месяцев фазой капитуляции, однако не спешат ставить крест на биткоине и его аналогах. После того как с рынка ушли инвесторы-любители и спекулянты, криптовалютной отраслью заинтересовались профессиональные участники, а также крупные финансовые институты. Как изменился мир цифровых активов в 2018 году в материале? Art. К декабрю 2018 года рынок криптомонет показал рекордное удешевление. Так, биткоин упал почти на 71% по отношению к своему рекордному пику, до 3,8 тысячи долларов за монету, репл обвалился почти на 92%, до знак доллара 0,3, эфириум, на 93%, до 92 долларов. При этом капитализация всего криптовалютного рынка просела на 86% и на данный момент составляет примерно 112 миллиарда долларов. В уходящем году ключевым в мире цифровых монет стал день 16 января, который аналитики назвали черным криптовторником. Всего за сутки курсы основных монет обвалились почти на 20%. Вину за лихорадку на криптобирже эксперты тогда возложили на крупных инвесторов, рекордно высокая стоимость активов спровоцировала игроков к выводу средств в реальные деньги. Опрошенные арти-аналитики напоминают, что в 2018 году криптовалютный рынок периодически накрывала подобная волна распродаж монет, но именно такие ситуации усиливали внимание мировой общественности к индустрии. Высокая турбулентность на рынке не только не отпугнула участников, а наоборот, привлекла большее количество специалистов. 2018 год стал для криптовалют знаковым. Информационный бум не утихал и регулярно подпитывался. Впрочем, зачастую инфоповоды были негативными для котировок, рассказал в интервью Арти, советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Аников. По словам эксперта, в этом году власти многих государств не смогли сформулировать единый подход в регулировании криптоотрасля, но в то же время заметно активизировалась политика мировых цейнтробанков. Так, в КНР после установления запрета на ИКО, перличного размещения криптовалют, начали постепенно ограничивать майнинг и распространение рекламы электронных монет. Основная цель таких действий заключалась в создании барьеров для вывода капитала из Китая. Германия, напротив, признала биткоин платежным средством и приравняла его к реальным деньгам. США проводят постепенную политику ужесточения контроля за криптой в соответствии с федеральным законодательством в области ценных бумаг и фондового рынка. В России был подготовлен и внесен в парламент ряд законопроектов по регулированию индустрии. Владимир Аников отмечает, что заметное влияние на рынок в 2018 году также оказали действия агентов финансового сектора. Речь идет об отказе некоторых платежных систем и крупных банков обслуживать криптовалютные счеты и компании. Например, Резервный банк Индии вовсе запретил подконтрольным организациям работать с цифровыми монетами. Однако далеко не все мировые финансовые и кредитные организации проводили запретительную политику в отношении криптовалют. В феврале стартап банка «Голдман Сакс» приобрел биржу «Феллони Экс» — одну из лидеров рынка, а в мае совет директоров банка одобрил создание сервиса для торгов фьючерсами на биткоин и другими внебиржевыми биткоин-контрактами. В сентябре японский «Митсубиши Афинаншал Групп Маф» анонсировал криптовалюту «Мойкойн» в качестве теста среди сотрудников «А» «Спи Холдингс» Вместе с «Рипл» разработали приложение для мобильных переводов, рассказал артист-старший аналитик компании, Никита Зубарев. Также под теме. Цифровой штиль, сможет ли мировой рынок криптовалют вернуться к устойчивому росту с момента обвала мирового криптовалютного рынка прошло уже полгода. За прошедшее время цифровые активы так и не смогли восстановиться. Среди значимых событий на рынке цифровых активов в 2018 году эксперты называют массовый запрет крупных интернет-компаний на рекламу криптовалют и связанных с ними проектов. Такие меры приняли Facebook, Google, Twitter, Snapchat, Yandex, YG, Weibo и Bing. Как отмечает Владимир Аников, поскольку запреты водились не одновременно, каждое подобное решение провоцировало обвалы на криптобиржах. Впрочем, эти события стоит оценивать как положительный фактор. Запрет на рекламу позволит очистить рынок от мошенников, которые пользуются популярностью криптовалют и отсутствием финансовой грамотности большинства людей, добавил Никита Зубарев. Согласно оценке Владимира Аникова, с уходом многих непрофессиональных игроков с рынка важным событием для криптоиндустрии в этом году стало появление институциональных инвесторов в виде крупных фондов. Как полагает эксперт, именно влияние таких инвестфондов может стать определяющим для котировок цифровых монет в 2019 году. Цифровые горки после обвала рынка криптовалют в начале 2018 года каждая последующая попытка роста биткоина и его аналогов завершалась новым цейоновым падением. Как объясняют эксперты, наблюдаемый ранее рекордный рост стоимости электронных монет был вызван большим ажиотажем и спекулятивным спросом. Впрочем, за последние 12 месяцев эти два ключевых драйвера удорожания криптовалют заметно ослабли. Аналитики объясняют такую ситуацию отсутствием фундаментального фактора для роста цен на криптовалюты. Другими словами, рынок пока не смог предоставить инвесторам весомых причин для инвестиций в цифровые монеты. Все попытки роста были связаны с частными случаями, хардфорки, технологические расколы криптовалют, обновления, расширения, покупки, заключения соглашений о сотрудничестве. Не было мощного события, чтобы переломить общий нисходящий тренд. Любым рынком руководит психология, а для криптовалют этот фактор вдвойне актуален, пояснил Никита Зубарев. Как рассказал в беседе с RT советник председателя правления Ассоциации финансовой инновации Мурат Салихов, важнейшими индикаторами для криптовалютных инвесторов остаются решения по ужесточению регулирования рынка. Так, например, соответствующие действия или заявления со стороны Американской комиссии по ценным бумагам, СЭК, периодически провоцируют распродажи электронных монет. Одним из трендов 2018 года стала нормативная неопределенность. Зачастую цены обваливали даже слухи о введении запретов, как это было в Южной Корее, не говоря уже о том, что такие реальные запреты в этом году действительно появлялись. Наличие неопределенности в большинстве юрисдикций делает невозможным появление сильных игроков на рынке, добавил Владимир Айников. По словам эксперта, серьезное давление на криптоиндустрию оказывает и высокое, более 70%, доля сомнительных проектов в отрасли, что также отрицательно сказывается на доверии инвесторов к цифровым активам. Тесный блок одним из ключевых препятствий для роста стоимости биткоина и его аналогов в 2018 году стала нерешенная проблема масштабирования. Об этом в интервью RT рассказал аналитик Альпари Веселин Питков. Также по теме. История одной монеты, как биткоин повлиял на мировой финансовый рынок за 10 лет своего существования 31 октября исполняется 10 лет с момента создания биткоина, самой популярной криптовалюты в мире. В 2008 году Сатоши Накамото. Напомним, биткоин существует на основе технологий блокчейн, единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществленных транзакциях. Эмиссия новых криптоманет происходит за счет майнинга, решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация обо всех операциях, осуществленных после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов. Согласно идее основателя биткоина Сатоши Накамото, каждый блок сети вмещает только 1 мегабайт информации о транзакциях, данные об отправителях, получателях, количестве передаваемых биткоинов. Такое ограничение делало зашифрованные записи об операциях менее уязвимыми для хакерских атак. Питков подчеркнул, что размер блока в 1 мегабайт позволяет корректно обрабатывать лишь от 3 до 5 транзакций в секунду, или 300-350 тысяч операций в день. При этом для формирования нового блока в сети необходимо в среднем около 10 минут. Поэтому на фоне популярности криптовалюты в 2017 году и стремительного роста числа операций система не успевала обрабатывать все совершаемые сделки, по данным компании. Blockchain.com Если в начале 2015 года среднее количество соответствующих транзакций составляло порядка 100 тысяч в сутки, то уже в декабре 2017 значение превысило 490 тысяч веселин. Питков пояснил, что возможность обрабатывать лишь от 3 до 5 операций в секунду не позволяет биткоину успешно конкурировать с платежными системами. При нерешенной проблеме масштабирования биткоин не может стать широко используемым средством платежа и будет не в состоянии конкурировать с фиатными, реальными, деньгами, объяснил Питков. Согласно оценке опрошенных арти-аналитиков, решить проблему масштабирования в ближайшие годы может биткоин протокол. Lightning Network Lain Данная сеть разрабатывалась с конца 2015 года и была запущена в начале 2018. Впрочем, развитие лейн продвигается достаточно медленно и может занять несколько лет. Биткоин — активно развивающаяся криптовалюта, но процесс внедрения новых технологий иногда затягивается. В следующем году во всей сети может заработать поддержка. Lightning Network Которая выносит часть информации из блокчейна. Это принципиально увеличит скорость транзакций и сделает криптовалюту привлекательнее как платежный инструмент, предположил в интервью Арти. Председатель попечительского совета фонда содействия развитию современных информационных технологий цифровизации экономики Атом Антон Немкин. Финальный аккорд к концу мая, после череды обвалов в начале года, рынок криптовалют стабилизировался, и почти шесть месяцев биткоин торговался в диапазоне знак доллара 6,8 тысяч за монету. Многие инвесторы рассчитывали на эффект цикличности и предполагали, что осенью котировки повторят динамику 2017 года и пойдут в рост. Впрочем, в конце осени стоимость биткоина, напротив, обвалилась в два раза. Так, в ноябре цена криптомонеты составляла порядка 6,4 тысячи долларов, а в декабре опустилась до 3,8 тысячи долларов также по теме. Цифровое пике, почему цена биткоина упала до годового минимума, стоимость криптовалют заметно снижается на мировых торговых площадках. Цена биткоина опустилась ниже 6 тысяч долларов и достигла минимума с. В ноябре биткоин упал ниже психологического уровня 6 тысяч долларов за цифровую монету. С точки зрения финансового анализа после потери этой поддержки считается, что криптовалюта зашла в так называемую фазу капитуляции. То есть на рынке началась паника и пока не ясно, когда и на каком уровне она закончится. Пояснил Веселин Питков. Среди основных причин произошедшего Владимир Аников указывает на упавшую вслед за стоимостью биткоина доходность майнинга. По его словам, увеличение сложности алгоритмов эмиссии монет повышает себестоимость добычи и разрушает экономику криптофермеров. Как отметил эксперт, удешевление криптовалют делает эко-проекты убыточными, что еще больше подрывает доверие инвесторов к индустрии. Впрочем, по мнению Аникова, сегодняшнюю ситуацию не стоит считать катастрофой для криптовалютной отрасли. Резкое падение стоимости цифровых активов вытесняет с рынка участников спекулянтов и привлекает институциональных инвесторов и профессиональных игроков. Продолжение следует...